Зима – это не только холод, новогодние праздники, уборка дорог от снега и наледи, но еще и время осторожного поведения на улице. Речь о глыбах льда, снежных массах и сосульках, которые могут и покалечить, и убить. Такую опасность так сразу не увидишь. Она не где-то под ногами на земле, а на крышах зданий и жилых домов. Чтобы трагических случаев не происходило в городе, уже сейчас крыши очищают. Такая работа по всему городу начинается, когда появляются первые сосульки на крышах и козырьках жилых и административных зданий. Домами, находящимися в муниципальной собственности, занимается администрация, жилыми – управляющая компанией. А ответственность за очистку от снега и льда частных строений лежит на владельцах таких построек. Например, жилых домов в Ульяновске – 2317. Очищаются они по мере скопления на крышах и козырьках большой наледи и снега. Рабочий день у нас начинается с того, что происходит полный объезд всех дворов, осмотр всех кровель на предмет наличия сосульок и снежных наледей. Производится ограждение всех домов на территории нашего фонда. Естественно, оперативно принимается решение, на какие дома необходимо уже привлекать использование автовышки, где необходимо привлечь альпинистов, а где можно просто обойтись, скажем так, на сегодняшний момент ограждением. Задействовано 10 автовышек и около 60 альпинистов. Кроме, значит, у нас сегодня 45 домов в плане очистки кровель. Это 5 – Ленинский, 5 – Засвиярский, 20 – Заволжье и 15 – Железнодорожный район. Ждать, пока управляющая компания увидит наледи и снег на крыше и займется уборкой, не стоит. Жильцы вправе обратиться в обслуживающую организацию, чтобы кровлю и козырьки срочно очистили. Стоит отметить, что если на вашем балконе вы собственноручно возвели крышу, которой изначально не было, убрать сосульки и снежные завалы на ней вы обязаны сами. Но даже при такой оперативной работе подрядных организаций, жильцов, администрации ежегодно находятся пострадавшие от падения сосулек с крыши зданий. Ледяные глыбы очень тяжелые. Падение чаще всего бывает сверху, поэтому падают они либо на голову, либо на плечи. Падение на плечи чаще всего сопровождается либо с сильным ушибом, либо с переломом ключицы. Очень редко бывают переломы плеча самого, но это очень сложно, чтобы упала такая большая глыба. Падение на голову чаще всего бывают или закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, очень часто сопровождается с травмами шеи. В подобных случаях не работает принцип спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Существует простая схема действий, если вы пострадали от падения сосульки с крыши дома. Если случилась такая беда, и на человека что-то упало, нужно оглядеться по сторонам и посмотреть, что люди, какие вокруг ходят, и попросить их телефона и фамилии, имя и отчества. То есть свидетели нужны. Второе. Надо вызвать полицию, поскольку надо зафиксировать как-то случай. Если этого не происходит, тогда будет очень сложно доказывать, что именно в этом месте, именно этого человека что-то упало. После лечения, если оно было необходимо, собираются все документы и пишется заявление в администрацию города, чтобы та сообщила, кому принадлежит здание, откуда обрушилась на вас сосулька. Таким образом, у пострадавшего появляется ответчик в суде. К нему мы обращаемся с заявлением и требуем возместить лечение и моральный вред, а в том случае, если виновник отказывается, действуем дальше и направляемся с иском в суд. Схожий алгоритм действий и для владельцев машин, чей автомобиль пострадал от падения сосульки с крыши. И для автолюбителей напомним, что часто припаркованные машины препятствуют очистке крыш. В таком случае необходимо с пониманием отнестись к тому, что авто вас попросит убрать с территории. Анжела Забашта, Олег Тоньшин, Репортер 73. Анжела Забашта, Олег Тоньшин, Репортер 73.